МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"8 вечера в Украине". Начинаем подробности. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Отчёт силовиков. Когда ждать результатов расследования преступлений против Евромайдана? Смерть в армии. Что убило призывника в Черновцах? Как село на соседей пошло? Кто устроил погром в Римненской области? На мушке у террористов. Кому в Европе не по себе от очередных угроз ИГИЛ? Волга, Нива и прицеп. Путин отчитался о своих доходах. Дело Майдана. Прошло больше года, а о следствии всё продолжается. Оглашают подозрения, выдвигают обвинения, объявляют даже в розыск. Но кого и когда дела передадут в суд? Об этом сегодня говорили на заседании комитета по борьбе с коррупцией. Ответы слышала Екатерина Лысенко. К заседанию антикоррупционного комитета сегодня внимание прессы приковано, как никогда. Обещалось, что сюда придут и генпрокурор, и министр внутренних дел, и глава службы безопасности отчитываться за дела о Майдане. Кого подозревают, кого ищут, кого нашли, а кого арестовали и кто уже едет в суд? Это ключевые вопросы нардепов. Из главных силовиков отвечать пришел только глава СБУ. Наливащенко говорит, в его ведомстве уж точно знают о руке Кремля в прошлогодних событиях. Во время массовых расстрелов на Майдане в Киеве был советник Путина. Пан Сурков, 20-21 лютого, прошлого года, не просто пребывал в Украине, про что мы уже говорили и наводили информацию. А сейчас следствие выясняет, почему именно 20-21 лютого он проживал вместе с паном Якименко, коллективом СБУ, на одном из объектов службы безопасности Украины. Он использовал, и я уже говорил, и урядовым связком, и выезжал в тогдашнюю администрацию президента. За преступления против Евромайдана только по линии СБУ открыли порядка 150 производств. О количестве дел говорят и в ГПУ. Вместо генерального прокурора пришел его зам. На своей должности он только две недели, что успел узнать, о том и говорит. Нардепы спрашивают, сколько объявили в розыск между государственным и международным. Международный расшук. Зазначит, что ни одна особа не оголошена. Тут причины поставления исключительно субъективны. Небажание соответствующих органов Министерства внутренних справ РФ это делать. Что к оголошению международного расшук. На данный момент это действует Интерпол. И если зазначит, позиция Интерпола, что ни одного оголошения в розыск по подозрам, связанных с правами Майдана, не произошло. Когда мы услышим не просто доказательства, а уже передачу фактовых дел и выводы, кто действительно стоит за преступлениями на Майдане. Кто отдавал приказы, кто нажимал на куртин. На вопрос, когда дела передадут в суд, силовики разводят руками. В итоге вывод антикоррупционного комитета признать неудовлетворительным ход расследований дел по Майдану. И дать два месяца силовикам на то, чтобы исправиться, а в случае отсутствия результата инициировать отставку правительства. Когда мы говорим о бездействии каких-то посадовцев, то эти посадовцы должны так же подтягивать. Когда мы говорим о результате, то результативность должна быть очевидной. Нам не важно, какая количество криминальных справ. Нам важно, чтобы эти справы были расследованы, переданы до суду. Источных изменений я не вижу. Я вижу, что сейчас новые обличия. Мне эта цеденция очень не понравится, когда сейчас рутуют этих кураторов, скажем, наиважливейших этих справ. И хотелось бы видеть в результате что-то конкретное. Что-то конкретное я не вижу. На базе комитета создали и рабочую группу, которая будет изучать факты возможной халатности силовиков. Екатерина Лысенко, Геннадий Никенко, подробности, телеканал Интер. Параллельно в Совете Европы считают, время для расследования преступлений против Майдана потеряно. Свой отчет международная совещательная группа обнародовала в конце марта. Речь шла о том, что МВД начала сотрудничать с ГПУ только с февраля 2015-го. А до этого почти год ведомства не контактировали в полной мере, поэтому и нет четких результатов расследований. Министр Аваков тогда назвал выводы международной группы странными и необоснованными. Сегодня же руководитель международной группы Николас Братца заявил. И лично, и письменно он не раз просил МВД опровергнуть критику в адрес ведомства. Но аргументы в Совете Европы так и не услышали. И еще, что касается сегодняшнего заседания антикоррупционного комитета. Там, наконец, создали рабочую группу, которая займется расследованием возможной коррупции в Кабмине Яценюка. О чем говорил теперь уже бывший глава Госфининспекции Николай Гордиенко. Заявлял, напомню, о фактах злоупотребления на сумму 7,5 миллиардов гривен. Вот так ли это теперь будет выяснять параллельно с ГПУ депутатская группа? До 7 мая уже она должна предоставить свой первый отчет. Сам же украинский премьер подсчитал чужие убытки. 6 миллиардов долларов. Столько стоила Газпрому война против Украины, уверяет глава Кабмина. А вот Украина продолжает экономить на российском газе. Сейчас он, по словам Яценюка, обходится Киеву в 250 долларов за тысячу кубов. Тогда как в первом квартале, по данным Нафтогаза, стоил 337. Ну а чтобы экономия была действительно экономной, Яценюк поручил выключить батареи в домах украинцев и не отапливать улицы. Напомню, сегодня в стране заканчиваются отопительные сезоны. Только по месту Киеву за каждые 10 секунд спаливается средняя заработная плата. Если кто-то хочет пилить газ, тогда, когда на улице жара, штрафуйте предприятие теплокоммунэнерго. И еще одна информация от премьера. Пятьсот люстрированных и полторы тысячи уволенных по собственному. И это за полгода действия закона об очищении власти. Завтра закон, который ранее раскритиковала Венецианская комиссия, должен рассмотреть Конституционный суд. Туда по поручению Яценюка должен явиться министр юстиции и лично участвовать в заседании. При этом премьер сказал, у судей Конституционного суда в данном деле есть свой конфликт интересов. Они тоже попадают под люстрацию. Сами судьи ранее призвали политиков и СМИ не давить на правосудие. О люстрации говорил сегодня народный депутат от оппозиционного блока Юрий Бойко вот что сказал. Это не закон иллюстрации, а это закон на расправе с политическими оппонентами. Он не соответствует цивилизованным нормам и должен быть изменен. Мы знаем, что идет беспрецедентное давление на суд со стороны так называемых активистов для того, чтобы этот закон оставить в силе. Но мы надеемся, что судьи все-таки поймут, куда их толкают. Об этом политик сегодня говорил в Днепропетровске. Там он встретился с рабочими одного из крупнейших предприятий области, агрегатного завода. Обсуждали необходимость реанимации машиностроительной отрасли, а еще спекуляции и стабилизацию цен. По мнению народного депутата, торговая надбавка в рознице не должна превышать 15%. Принятие именно такого закона намерен инициировать оппозиционный блок. Война между селами. В Римненской области милиционеры почти год отказывались вмешиваться в конфликт с жителей приграничной территории. И вот на Пасху он усугубился. Погромы, огнестрел и необходимость держать оборону в будущем. О том, как поссорились два села. Инна Белецкая. Березовое, обычное Полесское село здесь, как и всюду, в этих местах добывают янтарь. И как везде, громко отмечают праздники. Но вот уже год, как ни один, не обходится без непрошенных гостей и драк. Поломанные заборы, выбитые окна и сожженные машины. Так здесь отгуляли Пасху. Сегодня первый раз уже. А что, я первый? На Благовещение так само. Приехали в масках, побили. Люди в масках, жители соседних старого села и Дроздыни, говорят местные. Приезжают и сбивают всех без разбора. Он инолитный, он ему прямо по шпине палкой деревянной ударили. Но все подрадут, побачивая его. В сельсовете говорят, звонить на 102 бесполезно. Милиции нет дела до массовых побоищ. Это одна и та самая компания, я постоянно занимаюсь этим делом. Про охранные органы, на это что-то смотрят сквозь пальцы. Незразумело, какая там ситуация, что это за терки. Комусь это выгодно, я так понял. Чтобы расхитать. После последнего набега возмущенные жители перекрыли дорогу в райцентр. Тут-то и появилась милиция. И даже открыла уголовное производство за блокирование транспортных путей. Игорь Этько стал первой жертвой нападавших. Говорит, впервые они появились в селе прошлым летом. Проломали голову. Я вместе с лежал в ровном лекарне. Две операции. Когда Игорь стал требовать от милиционеров честного расследования, у него вдруг сгорел дом. И это не единственный случай поджога в селе. Вот что осталось от мотоцикла возле местного бара. Едем в Дроздынь. Тут, похоже, отдельная республика. Почти в каждом дворе не растаможенная машина с иностранными номерами. Местные говорят, 100 долларов в карман сотрудника райотдела. И можно месяц спокойно ездить по району. Нас замечают и начинают преследовать. Вот этот человек на мотоцикле пообещал большие неприятности за съемки. А это старое село. Здесь нас тоже сопровождают. Вот на этом БМВ без номеров. У местного головы свое видение проблемы. Молодежь что-то не поделила. Драки детской с янтарем не связаны. А оружие? Ну, время такое. Ни заборщины, никто, ни яко, этого не ма, и даже близко не ма. А бог не знает, кто может доказать, что есть броя. Никто, никто же не сказал сейчас. Может, у каждой люди не сейчас есть. Едем в райотдел милиции. Тут нас знают, ждут. И, как обычно, начальника нет на месте. Начальник Генели Корнян. Давно? Что перед паспором? А что осталось? У меня заболел. На фоне последних событий в местной прессе появилась информация, что жители Березового требуют автономии из-за бездействия милиции. А вот их соседи свою независимость от украинских законов, похоже, уже показали. Ведь это именно жители старого села месяц назад избили беркутовцев и милиционеров на янтарном месторождении. А теперь безнаказанно избивают своих соседей. Инна Белецкая, подробности, телеканал Интер, Ривненская область. Очередную нелегальную партию янтаря задержали пограничники. И опять на границе с Россией. На этот раз в Сумской области почти 20 килограммов пытались вывести двое мужчин. В машине обустроили тайник, где спрятали 10 пакетов с камнями. По предварительным данным, их стоимость составляет около полутора миллиона гривен. За последнюю неделю это уже второй случай контрабанды камня. В прошлый вторник пограничники задержали мужчину в пункте пропуска Гоптовка. Это в Харьковской области. В микроавтобусе нашли тогда 8 килограммов янтаря, который мужчина пытался вывезти в Россию. Особи в пояснениях не смогли дать объективных пояснений о походе и перемещении крупной партии бурштанов при кордоне. В Одессе обнаружен очередной тайник со взрывчаткой. Новость об этом у себя в фейсбуке запостил советник главы СБУ Маркиан Лубкиевский. По его словам, хранилище находилось посреди стихийной свалки и принадлежало активистам антимайданного движения Куликово поле. Из тайника изъяли 6 шашек Ширас-М. Они имитируют разрыв артиллерийского снаряда. И, как пишет Лубкиевский, должны были использоваться для экстремистских атак. К ситуации на востоке Украины. Обстановка на Донецком направлении продолжает накаляться. Боевики усилили обстрелы окрестностей Авдеевки. Это передний край нашей обороны на данном участке. Сегодня там побывала наша съемочная группа. Все подробности в материале Геннадия Вивденко. Боец с познаным «Батя» показывает Авдеевский театр боевых действий. Его с крыши многоэтажки видно, как на ладони. Пока только ложат, типа кошмарят. Ну, ни прорыва, ничего пока не было. Обстреливают потихоньку. Шахта. Там катер. В принципе, везде. По всей территории идет обстрел. Боевики пытаются истощить силы украинской армии в основных укрепрайонах в окрестностях Авдеевки. Это бывшая база ПВО, территория между линиями высоковольтных передач, здание шахтного вентиляционного ствола. Любая мостовая развязка или постройка с толстыми железобетонными стенами. Настоящая крепость в современной войне. Нет сплошной линии обороны. Нет сплошного фронта. Все завязано на отдельные блокпосты, на отдельные опорные пункты, которые контролируют как бы основную территорию. Вот за эти опорные пункты в основном и ведутся бои. После удачных атак украинских войск в конце января-начале февраля удалось занять эти важные для обороны города позиции. Очень интенсивно. Последнее время мы наблюдаем, как ведутся обстрелы вот этой вот шахты Дутовка. Такое впечатление, что их пытаются, что наших бойцов просто пытаются оттуда выбить. Характерно то, что в основном вот такие боевые действия начинаются где-то во второй половине дня. И идут практически ночью, иногда до нуля часов, до часу ночью. Вот ведутся боевые действия. Во второй половине дня обстрелы украинских войск из крупнокалиберной артиллерии боевики действительно возобновили. По словам наших бойцов, представители ОБСЕ считают, что этот калибр разрешен, потому что он ниже 100 миллиметров. То, что сейчас происходит в Авдеевке, затишим не назовешь. Хотя в город и прибыли наблюдатели из миссии ОБСЕ. Разрывы раздаются с разной плотностью. Один в минуту, один в 10 минут, но огонь продолжает вестись. Накануне вечером от 120-ти миллиметровой мины погибли сразу несколько наших солдат. Медики демонстрируют машину, на которой приходится работать. Правда, больше времени ее чинят. Автомобиль недавно прислали из резерва армии, якобы отремонтированный. Трос надо тут. Вот этот бензин тоже тут надо. Я уже задумался просто лажать. Без троса бывает застрянутый, бывает еще что-то. Вот это запчасти, там все надо. И вот это вот тут надо везти человека. Большое спасибо за такую чудовую машину. Авдеевка – стратегически важный город. Слева на север позиции врага в Ясиноватой. На юг видно ангар Донецкого аэропорта. Дальше сам Донецк. Геннадий Вивданко, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. В подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. Пообщаемся с автором сюжета Геннадий Вивденко. Он сейчас с нами на связи. Ген, здравствуй. Что сейчас? Вот просто в эти минуты у вас происходит. Алексей, по последним уточненным данным, обстрел украинских позиций в 3-5 километрах от Авдеевки продолжается. По информации наших военных, боевики используют крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы и минометы. Разумеется, калибр мин сейчас определить сложно. Впрочем, такие постоянные вражеские артобстрелы уже который день тут в порядке вещей. Боевики не прекращают стрелковое и артиллерийское давление на украинских солдат на линии обороны Авдеевки. Пока попыток прорыва, как было 3 дня назад в районе Песок, противник не предпринимает. Активизировались вражеские диверсионные группы. Вот по словам украинских бойцов, некоторое время назад на мощных противопехотных минах подорвался отряд сил АТО. Причем в том месте, которое считалось надежным, проверенным. Вторая группа бросилась спасать товарищей, однако тоже попала на мины. В результате трое погибших, двое раненых. Несмотря на эти трагические события, украинские воины продолжают стойко удерживать позиции, сохраняют уверенность и не отступают ни на пять. Алексей. Спасибо, Ген. Это был Геннадий Вивденко с нами на прямой связи. Еще одна моя коллега находится в зоне АТО. Это Ирина Баглай. Ира, здравствуй, ты в эфире. Сегодня ты была, насколько я знаю, в пригородах Донецка. Ну вот расскажи, что ты увидела, что там происходит? Да, здравствуй, Леша. Боевики продолжают накрывать огнем из тяжелой артиллерии пригород Донецка. Сегодня на протяжении дня, когда мы были там, артобстрел по Пескам не прекращался. Это обстрелили. Что? Ну, например, все, все. Пески. Вот на Пасху бомбили, туда попадали снаряды, туда попадали. Бомбили. С витком? Становый аэропорт. Вот аэропорт, разбитый новый терминал, огневые точки боевиков видно с окраины опытного. Здесь держат оборону бойцы 93-й механизированной бригады. Говорят, боевики выезжают на взлетную полосу и оттуда ведут огонь. Они мы идти днем и ночью в танке купец, как стреляли. С авушкой сюда, в поле, жарят нас по текену. С украинской стороны ответа огнем нет. Тяжелая артиллерия отведена. В опытном, которое с Пасхи также каждый день под обстрелами, сегодня было относительно тихо. И, пользуясь затишием, бойцы занимались будничными, так сказать, делами. Варим плов на весь личный состав. Солдатский. Ну. Тушенка солдатская. Так. Рис. Рис, морковка и наша бодерость. Каждый день такое же самое, как говорится, стрельба. После последнего артобстрела боевиков, этой ночью в Опытном появились вот эти руины. Еще накануне днем здесь был капитально отремонтированный частный дом, а ночью в него попала вражеская мина, здание сгорело дотла. Все погорело. Кто локт нам? Посмотрим, посмотрим. Все. В Опытном из 750 жителей остались несколько десятков человек. Их дома разрушены. Из подвалов люди практически не выходят. Вот, вот у меня полочка. Узенькая. А та? Это маминка. Тут из Петя. А и дети как? Ниже, ниже. Ну вот у нас так, кто как пристроится. Процесс это помощи эвакуировали мы несколько стариков. Они не могли выехать. Мы их вывозили до Красновейска. Там они уже садились на поезд и сдвинулись в свою машину. Впрочем, к разговорам о массированном наступлении боевиков здесь, на месте, наши военные относятся скептически. Против них действуют, скорее всего, местные группировки. Это Восток и Сомали. Армейцы объясняют, когда подключаются российские артиллеристы, сразу видно по точности ведения огня. Последний раз такие обстрелы были в январе, когда враг атаковал аэропорт. Пока же боевики ведут хаотичный огонь, пытаются найти слабые места в обороне сил АТО. Алексей. Спасибо, Ира. Это была Ирина Баглай. Моя коллега сегодня побывала в пригороде Донецка. Но в самой Донецкой области еще одна горячая точка. Это, безусловно, Мариупольское направление. Сутки сегодня там начались очень тревожно. Российские боевики вновь обстреляли поселок Широкино. Было это рано утром. А вот как прошел день. Давайте узнаем от Эдвины Сейдбулаевой. Это крайний блокпост на территории подконтрольной украинской армии. Здесь стоят танкисты. Прямых столкновений с врагом в последнее время тут не было. Только артобстрелы со стороны боевиков. В пяти километрах отсюда поселок Октябрь. Территория временно оккупирована боевиками ДНР. Иногда прилетают мины, снаряды. Выходит где-то танк впереди нашей позиции. В нашу сторону стрельнет раз-два и уезжает. Тяжелую артиллерию, согласно минским договоренностям, наши военные отвели. А если враг начнет наступать, держать оборону будут с помощью вот этого миномета. Калибром 82 миллиметра. Солдаты ласково называют ее Васильком. Он мой тезка Василек. Я Василий, он Василек. Вот это кассета. В кассете вот четыре мины находятся. Вот. Можно стрелять по одной, а можно стрелять очередями. Ну, а пока российские боевики, что называется, регулярно прощупывают наши позиции. Разведывательные группы врага время от времени пытаются просочиться через лесополосы и поля. У нас нет наказа стрелять. Мы не имеем права не стрелять с кулеметом, не имеем автоматом, не имеем ничего. Мы просто ждем. Во время короткого сомнительного перемирия наши солдаты время не теряют. Чистят пушки и ремонтируют боевые машины. Стражали их нападения. Стоим, защищаем Украину, наших родных и близких. Чтоб, конечно, вот здесь оно все закончилось и туда дальше не распространялось. У меня дома шестеро детей. Привело меня то, что, допустим, каждый мужчина, каждый патриот должен отстаивать свою землю. Тут танкисты и пехотинцы. На передовой уже несколько месяцев. В шаткой перемирии и в то, что враг прекратит огонь, не верят. Готовы ко всему. Эльвина Сейдбулаева, Владимир Дедов, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Эльвина Сейдбулаева сейчас на связи со студией. Эля, здравствуй. Мы посмотрели сюжет. Спасибо тебе за работу. О ситуации, что было днем понятно. Что изменилось ли что-то к вечеру? Да, Леша, сейчас вечером на Мариупольском направлении. Неспокойно. Картина дня тут меняется постоянно. Буквально 10 минут назад в Широкино закончился обстрел. По словам наших военных, российские боевики обстреливали наши позиции с тяжелых орудий. Враг применяет и гранатометы. В ход пошли также и танки, и запрещенные, согласно минским договоренностям, 120-мм миномет и самоходные артиллерийские установки. Днем, когда в поселке находилась миссия ОБСЕ, вражеских артовстрелов не было. Как отмечают наши военные, после того, как миссионеры покидают Широкино, российские боевики начинают стрелять по нашим позициям. Украинские военные, придерживаясь минских договоренностей, ответный огонь по врагу не открывают. Алексей? Все ясно. Спасибо, Эля. Это была моя коллега Эльвина Сеид-Булаева. Она продолжает работать на мариупольском направлении. И сегодня жители Донецка и Луганска рассказали нам о последних новостях на оккупированных территориях. Что там происходит? Давайте послушаем. Донецке выдали на прошлой неделе от 2 до 3 тысяч рублей. То это в переводе 1000 гривен по нашему курсу. Жить на эту сумму просто нереально. То есть если не платишь коммунальные, если тебе не нужно одеваться, обуваться, тогда еще как-то можно вытянуть на еду. У нас прошла строчка, что будет на площадь банки выдаваться пенсия. Многодетные материалы, у кого малышки, будут выдаваться на почте. А всем остальным, кому за 7-10, будут разносить по домам. Но когда люди пришли туда за деньгами, они сказали, денег нет, все. Я не ходила даже туда. Я знала, что не будет там ничего. Я смеялась с того, что тут пишут. Очень большая головная боль – это лекарство. Слава Богу, что нам помогают люди с Украины. Передают всех то, что может. Просто узнают, что нужно и передают. Очень много больных людей, детей, стариков. И надо, чтобы они жили. Сегодня в Луганский национальный университет Шевченко приехала очередная делегация россиян из Костромы. И представляли программу, которая называется «Двойные дипломы». Они разрабатывают новость России, взаимодействия и на уровне школ. То есть, получается, ребенок может учиться в любой школе, а потом уже, ближе к экзаменам, его будут оформлять задним числом как выпускника другой школы, которая аттестована Россией. То есть, такая вот великая авантюра. Ситуацию в Украине сегодня обсуждали в Париже. Представители украинской оппозиции с сенаторами Франции. Это не первая их уже встреча и будет иметь продолжение. Парламентарии решили организовать ряд совместных совещаний на тему украинско-французских отношений. Переговоры длились несколько часов. В том числе, украинским делегатам удалось пообщаться с министром экономики Франции Эммануэлем Макроном. Мы поднимали вопросы, которые касаются и защиты прав человека, и всех наших усилий. Формирование совместной дорожной карты для того, чтобы как можно быстрее достигнуть полноценного мира в нашей стране. И обсуждали эти политические процессы, которые происходят как в Украине, так и во всем мире. Мы разговаривали в основном о перемирии, которого удалось достичь благодаря совместным усилиям Ангелы Меркель и Франсуа Оланда, а также подготовили фундамент для последующей встреч и нашего сотрудничества. Мой дед родился в Украине, он украинец, так что для меня это совсем не чужая страна, это моя страна. Все едины в том, что мы хотим мира Украине, все едины в том, что Украина должна быть европейской, все едины в том, что оппозиция в Украине должна иметь демократические права, что преследования СМИ невозможны. Украина будет предоставлять политическое убежище и гражданство по упрощенной процедуре иностранцам, которых преследуют на родине. В частности, россиянам. Президент обещает внести необходимые изменения в закон. Сегодня Петр Порошенко вручил украинский паспорт журналистке Екатерине Сергоцковой. Уроженка России уже много лет работает в Украине, освещала оккупацию Крыма, теперь события на Донбассе. Президент отметил, что для противостояния российской пропаганде очень важно доносить объективную информацию и на русском языке. Я очень благодарен украинскому народу, который в условиях свободы и демократии умеет быть сгуртованным, объединенным. И не дает оборудованные планы соседней страны расключать ситуацию в среднем Украине. И ваши публикации тоже тому допомогают. Очень хочется, чтобы как можно больше россиян, которые способны отдаваться как-то украинской стороне, чтобы они могли действительно это делать и на законном уровне, чтобы они могли здесь жить, развиваться и помогать нам развивать страну. Российские боевики возвращаются с Донбасса на родину. Сколько зарабатывает Путин и почему не удается потушить пожары на Забайкалье? Обо всем по порядку. Из Москвы Вениамин Трубачев. В Забайкальском крае огонь охватил практически 60 тысяч гектаров земли. Пылает не только лес и поля, выгорают целые поселки. Погибли как минимум 4 человека. Сотни домов полностью уничтожены. Из-за сильного ветра пламя погасить не удается. Оно продолжает двигаться в сторону Читы. Этот крупный город уже окутан едким дымом, но эвакуировать людей власти не планируют. Жители сами стараются уезжать, чтобы не оказаться в огненной ловушке. Вот такая вот у нас ситуация. Весь город в дыму. Ничего не видно. Дышать невозможно. Леса вокруг Читы горят. Вот так и выживаем. Пожарных катастрофически не хватает. К борьбе с огнем подключились добровольцы. В то же время в Россию вернулись другие добровольцы, которых принято называть иначе. Наемниками. Больше сотни боевиков приехали домой на поезде. Они воевали в Донецкой и Луганской областях. И признались журналистам, что местные их называют оккупантами. Несмотря на это, боевики собираются вскоре снова вернуться. Мы были в комиссаровке. Она еще недавно была под укропом. Население очень осторожное, замоченное. Иногда даже там оккупантами зовут. Все неприятно. Сколько зарабатывают, российские наемники не рассказали. А вот президент Владимир Путин обнародовал свои доходы. Сегодня официальный сайт Кремля опубликовал декларацию главы государства. Итак, за прошлый год Путин получил совокупного дохода чуть меньше 8 миллионов рублей. Это практически 3,5 миллиона гривен. Также у президента есть земельный участок на 15 соток. Квартира на 77 квадратов. Гараж, три автомобиля. Это две «Волги» и «Нива». А также прицеп «Скиф». Действительно ли так скромно живет Путин, можно будет поинтересоваться у него лично. Завтра прямая линия президента России с народом. Правда, по традиции вряд ли прозвучат неудобные вопросы. Вениамин Трубачев и Олег Неведомский. Подробности. Телеканал «Интер». Москва. Ну и о прямой линии Путина. Есть к нему масса вопросов и у жителей Крыма. Их зарегистрировано уже более 10 тысяч. О чем хотят спросить, узнавала Юлия Крючкова. Низкие зарплаты, плохие дороги, проблемы ЖКХ и медицины, строительство Керченского моста. Это далеко не полный перечень вопросов, ответы на которые жители Крыма хотели бы услышать завтра от Путина во время прямой линии. Но о крымских татар волнует. Почему их притесняют? Я бы просила восстановить канал АТР. Я тоже хочу на родном языке что-то послушать. Обещали нам реабилитацию. Что это за реабилитация? АТР закрыли, радио закрыли, реалер закрыли. Что это за реабилитация? Реабилитация не похожа на реабилитацию. Больше всего крымчан волнует защита прав и свобод граждан. На официальном сайте прямой линии на эту тему почти полторы тысячи вопросов. Что в принципе неудивительно, считают крымские татары. Это показатель ситуации на полуострове. В Крыму нарушение прав человека гораздо больше, чем в целом по России. Это естественно и национальные права разных национальных сообществ. И право на ведение предпринимательской деятельности. Право собственности у нас грубейшим образом в Крыму нарушается. В течение года Крым стал самым беднейшим регионом в Российской Федерации. Чтобы люди не возмущались. А для этого нужно, чтобы был страх. Поэтому соответственно и нарушаются права человека. Поэтому проводятся эти обыски. Поэтому проводятся эти аресты, допросы. Сообщения о допросах, обысках и арестах приходят каждый день. Только вчера силовики побывали в трех крымско-татарских семьях. Национальные крымско-татарские СМИ по-прежнему не работают. Десять из одиннадцати не смогли пройти регистрацию в Роскомнадзоре. И с первого апреля закрыты. Но прозвучат ли вопросы, связанные с этими проблемами, узнаем завтра. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, телеканал Интер, Крым. Россия и Беларусь проводят совместные военные учения возле границы с Польшей. На Брестском полигоне тренируются десантники, отрабатывают действия по поиску, захвату и уничтожению условного противника. Тем временем, помощь в модернизации вооруженных сил Литве окажет Германия. Берлин поставит Виннесу 12 самоходных гаубиц. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Помощь Бундесвера оценивают в 15 миллионов евро. Хотя и самой Германии помощь может понадобиться и очень скоро. ИГИЛ снова начал угрожать Западу новыми терактами. И одна из вероятных целей именно эта страна. Насколько серьезна угроза и как немцы борются с терроризмом? Татьяна Лагунова передает из Берлина. Это, пожалуй, самое необычное видео с угрозами, которое распространили террористы ИГИЛ. Сделано как музыкальный клип, текст начитан за кадром. В стиле рэп на немецком, для тех, кто не знает, есть английские субтитры. На видео подготовка к теракту, кадры с боевиками ИГИЛ, солдатами Бундесвера и нападением на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо» в Париже. Голос за кадром угрожает терактами США и Европе. Отдельно выделяет Германию. Кто начитывает этот текст, немцы уже знают. Это бывший житель Берлина Деннис Кусперт, он же известный рэпер Де Садок. Немецкие спецслужбы знают о нем многое. Родился в Германии, мать немка, отец из Ганы, в молодости имел проблемы с законом. Некоторое время назад вступил в ряды ИГИЛ, уехал в Сирию, отвечает у террористов за пропагандистские ролики. Насколько серьезны эти угрозы силовики, пока не комментируют. Сегодня же власти Германии приняли решение, которое, по их мнению, поможет бороться с терроризмами, организованной преступностью. А именно, обязали телекоммуникационные компании сохранять данные о телефонных и интернет-соединениях всех жителей страны на 10 недель. Сохранение данных повысит безопасность граждан и в то же время не ущемит их право на свободу. Данные будет сохранять не государство, а компания. И речь идет только о соединениях, а не о содержимом. Ну а чтобы немцы не расценили это нововведение, как вмешательство в частную жизнь в законопроекте прописали несколько моментов. Запрашивать информацию можно будет только в том случае, если человека в чем-то подозревают. С разрешения суда. И об этом обязательно проинформируют человека, чьи данные заинтересовали государство. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Трагедия в Средиземном море. Там затонуло переполненное судно с беженцами на полпути между Ливией и Италией. Итальянская береговая охрана спасла 144 человека и начала воздушную и морскую спасательную операцию в надежде найти остальных. Но говорят, что вероятнее всего 400 человек утонули. Границу ЕС по Средиземному морю вообще считают самой смертоносной в мире. Всего за последние 15 лет там погибло более 22 тысяч беженцев. Их из Северной Африки и Сирии нескончаемый поток. Только за последние несколько дней до итальянского берега, например, добрались почти 9 тысяч человек. Из-за чего умер мобилизованный воинской части Черновцов? И кто похоронил преждевременно Мубарака, экс-президента Египта? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Опасный питомник. В Черкасах женщина чудом выжила после нападения стаи породистых собак. Не гуглом единым. Чем поисковик не угодил европейским чиновникам? Передозировка или недосмотр врачей. В Черновцах воинской части скончался 40-летний мобилизованный. Ответит ли кто-то за это? Все подробности выясняла Ольга Паломарюк. Воинская часть А2582 в Черновцах. Здесь дислоцируются аэромобильные войска и проходят подготовку мобилизованные. 40-летний Роман Шитек был одним из них. Сам из Кировоградской области. Попал сюда три месяца назад. Вчера его нашли без сознания возле уборной. Людине стало плохо. Она поднялась, мала скарг на сердце. Хотела подниматься. И стало зло. Это товарищи наши пометили. Отнесли расширение медицинского пункта. Вызвали скорую, чтобы отправить солдата в больницу. Но не успели. Роман Шитек умер. Предварительный диагноз судмедэкспертов. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Интересно, что в крови мобилизованного обнаружили повышенное количество алкоголя. Полтора промилле. Но сослуживцы уверяют, это невозможно. На территории части строгий сухой закон. Несмотря на предварительные результаты судмедэкспертов, милиции уголовное дело возбудили по статье «Естественная смерть». На цели загиблого не было выявлено никаких ознаков телесных ускорбов. Жекаем результатов судмедэкспертизы. И уже на ее основе можно будет выносить решение. Кстати, этот случай смерти воинской части не единственный за последнее время. Только в Ривненской области было уже три. Причем там и военные это подтверждают после передозировки алкоголя. Так что возникает много вопросов к начальникам воинских частей, где дисциплина, видимо, не соблюдается. Есть они и к работникам военкоматов. Насколько тщательно они проверяют состояние здоровья мобилизированных во время медкомиссий. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. В центре Черкасс среднеазиатские овчарки чуть не загрызли насмерть молодую женщину. Это продолжение истории о нелегальном питомнике Алабаев, о которой мы недавно рассказывали. Как псы и дальше терроризируют целый квартал. Подробнее Станислав Кухарчук. Восемь утра в операционной черкасской городской больнице врачи в буквальном смысле зашивают девушку. За час до этого ее чуть не разорвали собаки. Укушение раны, они плохо заживают. Их не можно зашить косметическими аккуратными швами. И молодая девчина, 24 лет, на обеих ногах будут множественные рубцы. Ближе к обеду Настя отошла от наркоза и уже может говорить. Утром возле центрального детского парка на нее напали 4 алабая. Собаки выбежали на улицу из частного двора. Хозяев рядом не было. Они появились только после того, как девушка уже истекала кровью. Сейчас Анастасия тешит себя только тем, что в тот момент рядом не было трехлетней дочки. Там четыре собаки. Первая особа двое собак отвела и другая особа двое собак отвела. Мне не запропонували не вызвать швидку, ничего. Это я уже делала своими силами. Нелегальный питомник эти люди обустроили прямо в центре города. На этой записи, которую сделали их соседи, видно, как один из псов нападает даже на своего хозяина. Всего в доме 19 собак. Их выпускают гулять без намордников и сопровождения, терроризируя целый квартал. Недавно мы уже рассказывали об этом. Тогда на заводчика вовчарок в милицию жаловались соседи. Вот похоже, хозяева собак общаться с нами не хотят. Они сегодня даже отказались впускать в дом участкового, который пришел их опрашивать. По соседству с питомником детский парк. Охранник Владимир показывает забор, через который собаки перепрыгивают на детскую площадку. Говорит, случаи нападения бывали здесь и раньше. Вот она спокойно перепрыгивала через этот забор. Я находился на территории парка. Находился возле этого домика. Примерное время было где-то 11 часов полдвенадцатого. У меня здесь вот на участке на этом. В основном все скопление детей с родителями. Мы попытались его выгнать. Но нашего сотрудника накинулось. В милиции лишь разводят руками. На уголовную ответственность это правонарушение не тянет. Если собственник тварины навыслно натравлю тварину на другую людину. Тогда предпочитают в дальность за наносить навысл телесных ушкоджений. В любом случае предпочитают административную неповедальность. По прогнозам врачей Анастасия сможет поправиться не раньше, чем через месяц. А вот хозяева овчарок отделаются только штрафом. 85 гривен. Изъять собак у них можно будет лишь по решению суда. Ждать его в детском парке не стали. Работники решили обезопасить себя и посетителей еще одним забором. Повыше. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Еврокомиссия против Гугла. Чем поисковик не угодил европейским чиновникам? И во сколько обойдутся американскому компьютерному гиганту их уж слишком удобные сервисы? Возможные убытки подсчитал Дмитрий Еловский. У Гугла в Европе серьезные проблемы. Интернет-гиганты в Еврокомиссии увеличили монополизацией рынка интернет-услуг. Ведь Гугл это не только мощная поисковая машина, но еще и множество разных торговых сервисов, а также площадка для рекламы. Вот оказывается, действия поисковика нарушают торговые законы европейского пространства. Ну, все просто. Когда что-то ищешь в интернете с помощью Гугла, то американская поисковая машина первым делом выводит свои гугловские сервисы на первое место поиска. Например, ищешь автомобиль, а Гугл сперва предлагает тебе купить его на своем сервисе, там же сравнить с другими марками автомобиля. А вот уже потом предлагают перейти на другие сервисы. Наше расследование показало, что когда покупатель вводит запрос, который как-то может быть связан с покупками, то Гугл первым показывает свой сервис по сравнению товаров. Эти ответы появляются независимо от того, насколько они важны для результата поиска. А еще выяснилось, что когда кто-то заключает с калифорнийской компанией договор на рекламу, то европейских бизнесменов фактически ставят перед фактом. Больше никаких договоров с другими компаниями. Только Гугл. Под удар попал и знаменитый Андроид, операционная система для мобильников, кстати, которая тоже принадлежит всесильному Гуглу. Ведь телефоны на Андроиде внутри основаны тоже на монополии этого поисковика. Так что, что бы ты ни искал с помощью мобильного интернета, все равно все будет так, как захочет Гугл. Этим вопросом евробюрократы озадачились еще в 2008 году. С тех пор собирали разные факты, формировали дело и искали другие злоупотребления. Сначала информация о претензиях попала в прессу в виде утечки, но теперь все официально. Гугл получил уведомление о претензиях. Если их признают законными, то компания должна будет выплатить порядка 6 миллиардов долларов. Эта сумма составляет примерно 10% годовой выручки компании. А началось все с того, что на Гугл ополучились конкуренты. Они организовали альянс под названием Fair Search Europe, в который вошли такие компании, как Microsoft, Nokia, Oracle, Expedia, ряд других IT-компаний, а также крупные интернет-СМИ. Так что Гуглу предстоит в ближайшее время побороться не только против Европейского Союза, но и против своих конкурентов и завистников. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Министр финансов Украины пугает иностранных кредиторов дефолтом. В интервью влиятельному американскому изданию Wall Street Journal Наталья Ярейска заявила, если держатели украинских облигаций будут затягивать переговоры о реструктуризации долгов, они рискуют потерять гораздо больше. В то же время в Киеве готовятся к проведению донорской конференции, на которой рассчитывают собрать деньги на восстановление Донбасса. Насколько реалистичны такие ожидания, выясняли наши журналисты. Собрать в Киеве европейских и американских инвесторов Кабмин планировал еще в начале года. Но на Западе дали понять. Сначала покажите реформы, а затем поговорим о деньгах. Конференцию перенесли на 28 апреля. На киевской встрече украинские чиновники планируют обсудить с иностранными инвесторами конкретные проекты. Например, восстановление дорог и строительство жилья на освобожденных территориях Донбасса. Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан даже называл сумму, которую рассчитывает собрать, не менее 15 миллиардов долларов. Однако, чем ближе к дате встречи, тем больше сомнений в том, что она будет успешной, говорят эксперты. Экономические реформы только обговорюются, но не начинаются. Может, в протяжении месяца-два соберутся. Эти инвесторы в лоб назовут очень прямо. Иностранный же бизнес готов вкладывать деньги в Украину после того, как будут созданы понятные правила работы и устранены преграды для развития экономики. В этом случае Украина может привлечь до 300 миллиардов долларов, считают в Федерации работодателей Украины. План реформ уже готовит агентство модернизации, созданное в Европе по инициативе украинских работодателей и профсоюзов. Я считаю к тому, что мы не должны ходить все время просить, начиная от МВФ и всяких донору, просто отдайте денег, потому что нам плохо. Моя точка зрения, мы должны создать условия, куда придут деньги, которые дадут нам налоги. Если Украина сможет наладить взаимодействие напрямую с иностранным бизнесом, создавать совместные предприятия, это поднимет всю страну, поскольку тогда все на Западе смогут понимать, что инвестиции в Украину могут быть прибыльными и будут больше инвестировать. Нам надо свое производство развивать, искать внутренние инвесторы. У нас же население, это же потенциальный инвестор. Он держит вне банков или в банках значительные суммы, которые могут пойти в инвестиции. Но пока инвесторы улучшения ситуации в Украине не видят. По последним опросам Европейской бизнес-ассоциации, только 4% предпринимателей считают бизнес-климат в стране благоприятным, 52% неблагоприятным и 33% сказали, что работают в крайне неблагоприятных условиях. Валентина Левицкая, Вадим Сверидонов, подробности телеканал Интер. Свободное падение на камеру, взрыв автомобиля в воздухе и конфетти для Марио Драги. Об этом не только, смотрите в нашем обзоре. Конфетти для Марио Драги. На президента Европейского Центробанка напала активистка во время пресс-конференции во Франкфурте. Девушка выскочила на его стол и с криками «Конец диктатуры Европейского Центробанка!» устроила для Драги бумажный дождь. Бунтарку схватила охрана и вывела из зала. Мировые СМИ преждевременно попрощались с Хоснем Убараком. Медиа подхватили новость иранского агентства ФАРС. Мол, бывший президент Египта скончался. Официальное заявление появится через несколько минут. Но позже адвокат Мубарака опроверг слухи. Зрелищное кино без спецэффектов. Курская полиция выложила в сеть видео, на котором шахид из исламского государства попытался пробиться через блокпост на автомобиле со взрывчаткой. Водителя ликвидировали. При этом машина взлетела в воздух и взорвалась. Планшет папы римского Франциска ушел с молотка. Аукцион провели в Уругвайе. Неизвестный бизнесмен из Аргентины не пожалел 30 тысяч долларов за гаджет, который Франциск подарил уругвайскому священнику на приеме в Ватикане. Вырученные деньги пойдут на благотворительность. Полет на полторы тысячи метров без парашютиста. В Южной Африке у скайдайвера во время прыжка сорвалась со шлема камера и записала момент падения. Разобрать на хаотичном видео что-либо сложно. Зато хорошо видны лица людей, подобравших записывающее устройство. У семейной пары из Техаса пополнение пятеро близнецов, причем все девочки. В последний раз такое случалось в 1969 году. У Даниэль и Адама уже есть ребенок, трехлетняя Блейки. Все дети у пары родились после лечения от бесплодия. И заканчиваем выпуск оперативной новостью. Буквально только что стало известно, у подъезда своего дома найден мертвым бывший нардеп регионал Олег Калашников. По информации агентства, украинские новости его убили. Пока подробностей, как это произошло, нет. Но, как говорят его родственники, в последнее время политику угрожали. Калашников был известен тем, что во время Евромайдана, помните, собирал митинги в поддержку Януковича, организовал антимайданы в Мариинском парке, избивал журналистов. Сейчас мы выясняем все подробности случившегося. И больше информации вы уже увидите в утренних выпусках новостей. У меня же на этом все. Такими были подробности этой среды. Спасибо, что смотрели. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok